Письмо Субтитры создавал DimaTorzok Письмо Все поймут мальчишки смелые Те, которых без отцов война оставила И увидят даже ту снежинку белую Что так долго на губах моих не таяла Граната! Граната! Я Костер! Слышу хорошо! Доложите координаты и обстановку! Я Костер! Прием! Костер! Костер! Я Граната! Нахожусь в квадрате 68-32! У меня в тылу остался город Н! Послал разведчиков! Новости дополнительно! Как меня поняли! Прием! Граната! Граната! Я Костер! Понял вас хорошо! Оставайтесь в заданном квадрате! Если город свободен, танки Шаргородского выйдут к вам через него! Дальнейшее движение Кэрби совместное! Как поняли! Прием! Я Граната! Понял вас! Прием! Что-то не звонят мои ребята! А уже ли кто-то есть в городе? Не похоже! Ты так пропел на марш, и нас бы давно запеленговали! Зазвонят! Заны еще! Саршина ЮДАР прибыл! Пророчит это ложить, товарищ капитан! Ну? Роща пустая! По-моему, здесь давно никого не было! Почему? Здесь все гнезы делают! Спокойнее! Тоже мне приметы! Они каждой весной этим занимаются! Не то, что мы! В общем, так! Расставишь дозоры по всей роще! Когда зазвонят в колокол, можешь сократить посты! Дашь отдохнуть посменно! Разойдись! Политрук за мной! Командир отделения! За мной! Чтоб вас оплакивать, но жизнь сохранена! Отделение за мной! Над вашей памятью не стыдь плакучей ивы, а крикнуть на весь мир все ваши имена! Да что там имена? Ведь все равно вы с нами! Все на колени! Все! Живые с мертвыми! Для славы мертвых нет! Звони, папаша! Громче звони! Пусть знают наши! Город в свободе! Город в свободе! Город в свободе! Девушки отдыхают. Я теперь нахожусь в ГПЗ. Цель Головна в похильной заставе. Мы идем впереди всех, как разведчики. Я здесь новенький, но хлопцы все хорошие, меня не обижают. Всех нас 66 человек. Сиди, сиди, Роман. На, передавай. Костер, Костер, я Граната. Прими срочную радиограмму. По сведениям разведки, город Н свободен. Жду ваших приказаний. Как поняли меня, я Граната. Прием. Граната, Граната, я Костер. Только что стало известно, в полосе левого соседа вырвалась из окружения большая группировка противника. Сиди, это Кэнди. По-видимому, пойдет через город Н. Точнее, сообщим дополнительно. В случае выхода противника к вам задержать любой ценой. Для подхода танков Шергородского. Как поняли меня? Прием. Мой генерал, нам надо спешить. Кажется, мы снова окружены. Костер, Костер, я Граната. Почему молчите? Вас не слышу, повторяю донесение. Нахожусь задом в квадрате. Скоро, город Н свободен. Жду танки Шергородского, условленное время. Как поняли меня? Прием. Фигнал. 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 Девушки отдыхают. Ты тоже молодец. Только спину прогни. Держи спину. И руки вместе. Ну, пяточки. Вот так. Молодец. Так. Уля, пошел обор. Голуба, марш! Ну да, Голуба. Голуба вам вперед. А что ж я тебя на поле вытащил? Да, на поле. Ах, ну да, барчик спит и снится ему. Ай, слушай, малыш, его снять тебе не надо, еле. Подожди, сам расскажешь. Что случилось, Джарданчан? Что-то волос начал выпадать. Вода, что ли, здесь не такая? Товарищ старший. А, спасибо, Сашенька, не хочу. Разрешите отвезти полоску метров на 20. Толк осторожно. Слушаюсь. Как дела, Джарданчан? Что-то душа скучная. Мама-чан, сон видел. Что я сказал? Ну, расскажи. Приходит твой щекул и говорит чисто казахском языке. Я щекул по-казахски не говорю. Во сне я говорю. Приходит и говорит. Ты знаешь, перед смертью у муровых крыльшек растут? Я говорю нет. Тогда он мне моргнул и говорит. Ты знаешь, перед смертью у человека, что бывает? Я испугался и проснулся. Ты не знаешь, что он хотел мне сказать? Эй, Джарданчан, в жизни все бывает. Помнишь, под плашавой эту руку кашу ел и палец сломал? А теперь, когда ты спишь, у тебя от страха волосы лезут, почему, знаешь? Я щекул говорил. Кто много есть и много спит, тот турной сон видит. Эй, товарищ сержант, термос ведь скажет. Батарея, к бою! Батарея, к бою! Давай, проезжай. Отцепляй прямо здесь, туда. За мной! Отцеление, только голос! Быстрей! Спокойно, ребята, спокойно! Спокойно не значит медленно! Ну, лапор, ты ищу мне! Спокойно! Пошерс от вмешательных кашевиков! Товарищ капитан, рация не работает. Должна работать. Момент. Мотоциклистов перехвати. Быстрее. Слушаю. Володя, вся техника на твоей совести. Ясно. Будет полный альямс. Командир, орудие ко мне! Граната, я к слуху, это прием. Орудие первое. Принтранспортер. Орудие второе. Субтитры подогнал «Симон» 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 Только на нас. Твой по сторонам следи. Слово шрусть, товарищ капитан. Ну что ты раздумываешь? Понимаешь, ведь нельзя. Видишь, сколько их? Там, считай, на каждого по сотне будет. И вообще неизвестно, чем все это кончится. Товарищ эсенадтор, решите обратиться? Погоди, я сейчас. Володя! Отступить нельзя? Ну что ты? Возьми себя в руки. Да что с тобой? Сама не знаю. Глупость какая-то. Берлин взяли. Такой парень. Он умрет, Володя. Ну ладно. Я пошла. Володя, Володя. У нас в колхозе жил мудрый старик. Его звали Ишакун. Это значит по-русски слуга Ишака. Он так назвал себя. Потому что служил дурному паю. И все таки Ишаку говорил так. Осел ворчит на своего хозяина и желает смерти ему. А кон верит и желает счастья Петербуржану. Мин генерал. Я хочу, чтобы вы вести личные отношения с вашим генералом. Генерал должен говорить о нашем генерале. Да, я могу сказать, генерал. Я могу обучить генералу. Нет, нет. Генерал будет только с вашим генералом. Генерал будет говорить о генерале. Генерал-ет. 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 Генерал-ryarp. Генерал-ет на пластмассии. В congrat verge! Т efect 손� titles во время あном т catchе! Проствие gonna damage! Генерал. Хорошо. Я поговорю с генералом. Если он согласен, мы дадим сигнал белой ракеты. Хорошо. Я позвоню, генерал. Если он будет понимать, то мы дадим белую ракету. Учтите. При маленьком движении на ваших позициях до нашего сигнала... ...кан шрик дурь оре тупен. Мы откроем огонь. Сонс geben wir фоер. Все. Alles. Когда должны подойти наши танки? Татьяна Капитан. Часа через три. Четыре. Не раньше. Мы можем продержаться с боем часа полтора. Снарядов мало. Вряд ли, товарищ лейтенант. Если все отары пойдут, касками закидают. Эх, черт. Где бы генерала взять? Хоть бы страху нагнать, а время оттянуть. Да, Даша. Я. А может, тебя в генерала произведем? А чего ты? Я могу, наверное. Да ты. Ты хочешь сказать, длинный, да? Толпе, Капитан. У нас у колхоза были интересные случаи. Курица, пиробец, петуха. Ты знаешь, что из этого получилось? И опять ты начнешь про своего еще и акула рассказывать. Может, ты пойдешь к генералам, а? Я немножко худой. Он пусть кинзибай идет. Он мощный, как генерал. Так, кинзибай. Ты хочешь сказать, что советский генерал такой стройный бывает, да? Отставить разговоры. Ну, хватит рассиживаться. Это не шутка, а боевое задание. Может, от этого зависит наша жизнь. Генералом будет Маме Тодайв. Маме Тодайв, встать! Ну, шутка шуткой. А как же его одеть? Чтоб полный алянс получился. Аман? Не знаю, надо подумать. Товарищ капитан, мы как-то видели генерала. Одет был, прост. Просто нахрен-то положь палатка. Не поймешь, не то солдат, не то генерал. Да, мой генерал, мы попали в окружение. Но есть еще выход. Нужно любой ценой прорваться к Эльве. Эта часть, видимо, шла параллельно с нами. На Эльве только американцы. А эта часть, видимо, шла параллельно с нами. И только немного опередила нас. Кроме нее впереди никого. А сзади ловина русских. Поэтому только вперед. Половину солдат. Если надо больше бросить в атаку, а самим прорываться к Эльве. У меня даже есть любопытный план в пропаганционном бою. Стоя на коленях полагается молчать. Костер, костер, я граната. Я слышите, прием. Граната, граната, я костер. Слышу, слышу тебя хорошо. Закладывай обстановку. Я костер, прием. Наш генерал вырос в католической семье. Поэтому он просил бы вас отстоять службу перед боем. Вы смогли бы? Да-да, конечно, пожалуйста. Костер, костер, я граната. Да куда же вы все подевались? Я граната, прием. Граната, граната, я костер. Говорит первый. Немедленно доложите, обнаружен ли противник, прорвавшийся из полосы левого соседа. Отвечайте, я костер. Прием. Папа пам, подожди, не шевелись, не шевелись, не шевелись. Хватит. Ади колончик. Будьте здоровы, товарищ генерал. Попенца. Ну как у Винджан? Похоже, а? Когда нет птиц, то лягушка, соловей. Ай, хватит. А ты чего ему до попа нацепил? А, малыш, не знаешь, молки, да, не визжь, старший сержант одевал. Ты что, не помнишь, что ли, генерал Фоминя, сколько орденов было? Зато было на параде, а тут парад что-то... Ай, здесь сойдет. Че сойдет? По-твоему, немецкий генерал тупой? А вы шторпы разъянули? Интересно, товарищ лейтенант. А ну, к лошадям. Товарищ лейтенант Рубин. А ты что, ГТО нацепил? И два гвардейских. По-моему, нормально, да? Товарищ лейтенант, похоже на орден. Потом откуда немцы знают, как ее у нас ордена, тем более генерал. Танечка, как, а? Володю Кулю похоронить надо. Бог, Бог. Т 후 как… Тихо. КОНЕЦ Смерти нет, Коль. КОНЕЦ Моим гадам за тебя такой олямс устроен. Наверное, помнить будут. Ну, а если и случится что-нибудь, то все равно смерти нет, ребята. Смерть и смерть, и ее прихода, Все мы ждем постарее. Но в какое время года Легче гибнуть на войне. Летом солнце греет жарко, А весной, весной, да где-то Лучше скажем наперед. Если горько гибнуть летом, Если осенью днемет, Если в зиму дрожь берет, То весной, друзья, От этой подлой шуму И душу рвет. Смерть крохочет в перепонках И далек, далек, далек. Вечер тот, и та девчонка, Что любил ты, И берет. Некова рисло и гордость, Как закон перед войну, Все кричали Летом к лицу. И хотя бы клюньки в морду, Если все пришло к концу. И хотя бы клюньки в морду, Если все пришло к концу. Держан, Дриджеппел! Вынимай пополнение! Земляков выделяю! Что он сказал? Ну, я говорю ему, Здравствуй, Яшули! То есть, старик. А он говорит, я не Яшули, Я с года коровы. А сколько это? Ну? У нас в казахов тоже так и считается. Это будет... Откуда родом-то, Яшули? Из Аннау. Ба, земляк, Это же 10 километров от Ашхабада, да? Ну, проходи, усач Аннауски, Садись, поговорим. Я хоть и рыжий, но из Ашхабада. Узин? Качали? Как он сказал, узин? Да. Что значит узин? Ну, это за длинный. Ты, иди сюда. Я по-русски плохо знаю. Вот с ним говори. Он даже рисовать умеет. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А да, как ты с командиром разговариваешь? А ну, стань. Торр! Да, сержант. Я уже посчитал. Ему уже 37 лет. Вот симулянт. Клянусь, на верных песках откопай. Вай-Аллах, кого нам присылают? Вот все это и мещения. Кто в разведку пойдет, а? Удель. Да, Даша. Я. Ты пойдешь. Есть. Кинзибаев? Я. Принимай свое отделение. Есть. Сядь. Утро. О, тур, тур, садись, стой. Ха-ха-ха. Товарищ сержант, начало огня прикрытия, команда приготовится к вылазке. Ну, а если и случится что-нибудь, то все равно смерти нет, ребята. Точно. Ну, давай, Коля. Счастливо, ребята. Ну, что ж, будем знакомы. Микола Швец. Маме. Ну, давай, сержант, нашу походную. Условия, значит, такие. Безоговорочная капитуляция. Оружие и путь сложат у дороги. И вообще, постарайся оттянуть время, понятно? Так точно. И же искать генерала, они следят. Попробую. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Нам нужно пройти как можно дальше. На мост. А тут их видно хорошо, а нас плохо. На возьми, кинзибаевский, мальчок и того. А то черт знает, сколько их там. И пушки откуда-то появились. Ну как, вы залазли? С любой дашь на счастье. Ну, идите, я сейчас. Один пилот круп. Последние волосы смоет. Ай, пускай буду лысим. Лишь бы все хорошо кончилось. Товарищ лейтенант, наши пошли. Тадашин. Слушаю, товарищ сержант. Что здесь? Есть. Товарищ лейтенант. Зачем они рискуют? Ведь это фашисты, им нет веры. Сам не знаю. Иди, иди на место. Есть. Кинзибаев. Я. Возьми своих и на правый фланг. Есть. Узин левый. За мной. Приготовиться к бою. Миша, возьми бронетранспортер, что в случае чего в пух и прах всем занять боевые места. Орудия к бою. Уходите. Сюрприз. Оползите метров на пятьдесят. А второе понятый привет, дедушка. Если покажу вот так, значит полный порядок. А если я покажу... Вот так принимаю обвинь у себя. Ну, уходите же ради бога, товарищ сержант. Добром прошу. Стой. Ни черта не получится. Выползите, а я подержу. Вон их окопы. Там мин нет. Только не чикайтесь, а то руку не чувствую. Прямь его зла. За мной. Выползи уже, ты черт усатый. Прямь его зла. Прямь его зла. Черт, надо было Мамеду нож отдать. Таня, где твой Рыжий? Зачем он тебе? Я должен ему подарить этот нож. Рыжий спас нам жизнь. Здесь каждый день друг друга спасают. Нет, Таня, этот нож отец моего отца подарил отцу. А еще когда-то, давно-давно, отец мне, отец дедушки, подарил дедушке моего отца дедушке. А дедушке этот нож... Покороче! Моему папу подарил. А мой папу подарили это мне. Теперь я должен своему сыну подарить или тому, кто спас мою жизнь. В госпитале встретитесь, отдашь. Покороче! 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 Генерал болен! Он не может выйти на дождь, поэтому просит перенести переговоры в помещение. Хорошо Я вольт Я вольт Я буду говорить с вами по-русски Прошу меня простить Я вынужден сидеть Я очень болен Эмфэрнзи, дэн хэрн гэнерал, плаццу неймэн Нэмэзэ плаццэн Пожалуйста, садьес Генерал-майор Йоаимфон Шлепка Генерал назвал своё имя Генерал-майор Анаусский Война нами проиграна Я не верю новому правительству Гросса Адмирала Деница Завещание Гитлера нелепо Словно завещание нищего Поэтому надежда на восстановление Третьего Райша Который обманывает себя Дениц Бессмысленно И лишь одна задача Деница Нам импонирует Это спасение немцев от большевиков Костёр, костёр, я граната, я... Вы, русские, не простите нам Я, как человек военный Понимаю закономерность вашего возмездия И всё-таки вынужден Взывать к вашей гуманности Пропустите нас на Эльфе Теперь, когда свершилась трагедия Не только мы, но и вы Не заинтересованы в бессмысленных жертвах А они могут быть Если вы не примете наших условий Я закончил У нас одно условие Безразговорочная капитуляция Оружие сложить на дороге Вот, приведу, чтобы все знали Унсер форшлаг Бедингунслозе капитуляцион Ди вафенверган ангрегрант ге саммелт Лучше умереть на родине Чем ваша Сибирь Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Не надо Зачем кричать Давай спокойно Когда волк чувствует свою смерть Ну вот как бы теперь Этот волк готов лечиться Даже у того самого пастуха У которого зажглись всех паранов Но как увидит пастуха Волк Сразу начинает рычать И убегает Потому что знает свои грехи Волк И боится расплаты Я знал, что идти Поступишь так же, как тот волк И поэтому проказал своим танкам Ровно Ровно 9-0-0 Начать атаку Сейчас осталось 7 минут Решайте Но если я не выйду Отсюда До 9-0-0 То это будет сигналом Начать атаку А я не уйду А я не уйду А я не уйду Играет музыка. 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 Играет музыка.